Невозможно стать чемпионом, если не верить в себя. В 10 лет он уже стал мастером спорта, в 13 лет он стал мастером спорта международного класса. Чемпион – это судьба. Субтитры создавал DimaTorzok В детстве Виктор был озорным ребенком. Он никогда не сидел на месте, как Юла, постоянно крутился. Виктору было 7 лет, он пошел в первый класс. И мы пошли к Светлане Борисовне. Светлана Борисовна взяла его к себе в группу. Мое детство ходило в бассейне, на тренировках в спортивном зале, на вышках на траблинах. У меня был страх высоты, но меня больше перебарывал интерес. Мне было интересно, каково это – прыгнуть оттуда с вышки 10 метров. Поэтому первый раз, когда прыгал, боялся. Но потом, со временем, этот страх становился все меньше и меньше. Я в детстве мечтал стать футболистом. И, наверное, где-то до сих пор у меня есть такая мечта. Для меня судьбоносной встречей была с моим тренером, Моисеевой Светланы Борисовны. Поскольку она на протяжении всей моей карьеры заботилась обо мне. С первого взгляда можно было сказать, что для прыжков в воду он подходит. Любое требование тренера он пытался исполнить с первого раза. И это дало ему такой большой толчок вперед сразу. Если кому-то нужно было 5-7 раз повторить одну и ту же ошибку, то он воспринимал это, как губка впитывал в себя. И сразу пытался ее исправить. Сразу старался делать так, как ему сказал тренер. Это вот такая редкая черта у спортсменов, которая позволяет им достигнуть результата, я считаю, в будущем. Старался выполнять все те задачи, которые она передо мной ставила, чтобы добиться успеха не только для себя, но и для тренера. На начальном этапе отношение спортсмен-тренер, конечно, это как воспитатель, это как педагог. Это, на мой взгляд, подчинение спортсмена тренеру, оно приводит к такому альянсу рабочему. Так оно должно быть. В 10 лет он уже стал мастером спорта. То есть, да, представляете, в 7 лет пошел, в 10 лет стал мастером спорта, в 13 лет он стал мастером спорта международного класса. И, конечно, вот это вот все быстро-быстро-быстро, и адреналин, он кипит-кипит-кипит. И, конечно, хочется добиться уже еще... А вдруг мы сможем поехать на Олимпиаду? И этот характер, конечно, мы и пытаемся воспитывать. Вот это стремление к чему-то, стремление к победе, соперничеству. Мы стараемся создавать такие условия для этого, чтобы воспитать в них дух спорта, чтобы быть лучшими, чтобы стараться быть лучшими. Но чтобы добиться успеха, нужно, как мы говорим, стальной характер такой, невзирая не на все, идти к своей цели. У Виктора, конечно, эти качества есть, и характер есть. Мы с ним часто говорили о том, что нужно все равно внутри держать тебя такой стержень, чтобы никакие внешние условия не могли повлиять на тебя. 2008 год, отбор на Олимпийские игры. И тогда уже на Кубке России он был в числе призеров среди взрослых. Случилось так, что он туда не попал из-за травмы. Вот. Но это тоже такая история, я считаю, судьбоносная. И для него, и для всей нашей семьи. Я начал выплывать к бортику, и я не успел доплыть до бортика, как на меня с платформы три метра. Девочка прыгнула и встала ногами мне на спину. Я вылез из воды. У меня поначалу отказали ноги. Я где-то полчаса лежал, ног не чувствовал. Врач, когда смотрел на снимки, подошел ко мне и сказал, а ты как вообще ходишь? Я такой, а в каком плане? Он говорит, ну у тебя два перелома в двух позвонках и два позвонка смещения. Труднее всего было, когда он лежал дома в корсете. То есть ему нельзя было вставать. Надо было просто лежать. В голове были всевозможные мысли, вплоть до инвалида. Конечно, это страшно. Но я старалась успокаивать себя, его. Я это расцениваю, его травму перед Олимпиадой 2008 года, как испытание. Когда лежал в больнице, и потом я лежал дома, и, наверное, все эти полгода у меня была только одна мысль, быстрее бы вернуться в бассейн и начать тренироваться и прыгать дальше. Я всегда стараюсь думать о лучшем. Что у нас все получится, мы справимся, мы это переживем. Главное – вера. Когда я вернулся после травмы, я был более заряженный на работу. Более сильный стимул был заниматься этим. После этой травмы я вернулся в бассейн. Когда я вышел на первый свой старт, я понял в тот момент, что я вернулся после травмы еще сильнее, чем был до нее. Поражение – это когда ты выиграл сегодня, а завтра проиграл. Тогда это поражение. А когда ты постепенно идешь к этому, то это ступень твоего развития. Да, где-то не получалось. Ты сегодня первый, завтра ты третий. Значит, ты допустил где-то какие-то ошибки. Значит, ты что-то сделал неправильно. Вы знаете, мне, может быть, хотелось пожалеть, но сама тихонечку в подушечку поплачешь, а его уговариваешь, наставляешь и отправляешь на тренировку. Третьи мои Олимпийские игры и наконец-тоIAN Такие медали, даже бронзовые, но я считаю с оттенком золота. Я просто сидела вот так, у меня лились слезы от радости. Ну, слава богу, это свершилось. Пусть бронзовая, ничего страшного. Мои желания такие, что все сложилось, и он все-таки стал олимпийским чемпионом. Безусловно, даже для того, чтобы добиться бронзовой медали, для того, чтобы добиться медалей на чемпионатах мира, конечно, он обладает этими качествами. И усердие в тренировках, и старание, независимость от того, насколько ему тяжело сегодня. Особенно это вот последний год показал его подготовке к олимпийским играм, когда он выкладывался вот на полную катушку, несмотря там на свои травмы, недомогания, какие-то усталости, трудности пандемии. Вот здесь вот его характер сказался вот очень прям ярко выраженно. Я сама была в большей степени удивлена вот последний год его тренировок. Невозможно стать чемпионом, если не верить в себя. Чтобы воспитать чемпиона, нужно очень много работать, очень много трудиться. Я мог бы посоветовать молодым спортсменам не бояться, верить в успех и верить в себя, работать на тренировках и слушать тренера. Конечно, сказать, что все могут быть чемпионами, наверное, могут. Главное зависит от себя лично, насколько ты этого хочешь, насколько ты способен преодолеть все трудности, которые есть перед тобой, уметь терпеть неудачи, уметь радоваться тому, что ты уже достиг. И все это вкупе, наверное, может привести тебя к успеху. Субтитры создавал DimaTorzok